Сегодня стало известно о том, что КНДР запросила у РФ 50 тысяч тонн пшеницы в виде безвозмездной помощи ввиду стихийных бедствий, разразившихся над Северной Кореей, которые не позволили той собрать урожай, достаточный для прокорма собственного населения. Какие именно стихийные бедствия обрушились на страну имени товарища Ина, не сообщается. Просто сказано «стихийные» и все тут. Тут интересно отметить два момента. Как известно, страна была разделена на две части, и с тех пор существует Корейская Народно-демократическая Республика, Северная Корея, и Республика Корея, Южная Корея. Обе страны расположены на Корейском полуострове, относительно небольшом географическом объекте. Понятно, что обе страны омываются одними и теми же морями и находятся примерно в одних климатических условиях. Тем не менее, в Северной Корее постоянно происходят стихийные бедствия таких масштабов, что местные жители поколениями испытывают голод, и это уже привело к уменьшению роста северных корейцев. Известно, что рост человека связан с количеством и качеством пищи, доступной ему из поколения в поколение. Известно, что в Северной Корее население давно съело домашних животных наподобие котов и собак, и даже переловило мышей и крыс, и в итоге перешло на поедание травы и всего, что люди обычно едят в лихую годину. Но это там перманентное состояние. Можно было бы предположить, что именно в этом месте существует набор климатических аномалий, которые и приводят к голоду. Но такое не может продолжаться из года в год. А кроме того, подобных неприятностей отнюдь не испытывает Южная Корея, которая является одним из лидеров мировой экономики. Это говорит о том, что дело не в погоде, а в руководстве страны, которое довело свое население до грани людоедства. И это уже нельзя назвать рабством или рабовладельческим строем, поскольку рабы классических рабовладельческих государств того же Древнего Рима жили так, что северным корейцам даже не снилось. По крайней мере, с пищей у них не было проблем в принципе. Само обращение за дармовой пшеницей говорит лишь о том, что сейчас там ситуация складывается хуже, чем обычно. И скорее всего, речь идет об очередном витке явления, известного в Украине как голодомор. А по большому счету, это является геноцидом в его чистом виде. Тем не менее, РФ рассматривает эту заявку вполне серьезно, что и неудивительно, поскольку для нее все самые чумовые диктатуры, по уши увязшие в военных преступлениях, геноциде и прочем, являются дружескими странами. Венесуэльское руководство тоже морит голодом свое население и, как уже понятно, является дружественным режимом. По сути заявки, заявление сделал глава Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Косачев. Сейчас, как меня информировали, прорабатывается российскими ведомствами обращение корейской стороны о безвозмездной поставке 50 тысяч тонн пшеницы для ликвидации ущерба, нанесенного стихийными бедствиями прошлого года. Надеемся, что решение будет найдено. И все бы выглядело более или менее пристойно, если бы не свежие сообщения из Пхеньяна, показывающие глубину бедствия и необходимость оказания этой самой помощи. Недавно Инн предстал перед своей прессой, выходящим и садящимся в свежий автомобиль Rolls-Royce Phantom. И вроде бы еще не отшумели обсуждения вкусов лидера чучхиистов, как 31 января и 1 февраля он был замечен уже в новом автомобиле, бронированном Mercedes Maybach S600. Оба этих автомобиля, по крайней мере Mercedes, появились у лидера Северной Кореи как раз в разгар стихийного бедствия и необходимости обратиться за безвозмездной продовольственной помощью. Это значит, что для покупки автомобиля Mercedes S600 Guard, стоимость которого стартует с 500 тысяч долларов, средства есть, а вот на продовольствие нет. И что самое главное, в РФ все это знают лучше, чем кто-либо еще, но всерьез рассматривают возможность помощи. Очевидно, что в обеих этих странах руководство давно пребывает в параллельной реальности и почти не обращает внимания на то, как это смотрится в нашей реальности. В общем, все это мы приводим здесь лишь с одной целью, чтобы показать, откуда мы с таким трудом пытаемся уйти и куда нас пытаются затащить некоторые наши ренегаты. Как говорится, иди и смотри. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok